здравствуйте уважаемые блогеры сегодня 22 октября у нас сегодня вторник блогер из перми бывший юрист следственный работник бывший бессонов алексей борисов и вот я сегодня хотел бы пару слов высказаться по поводу процесса который сегодня идет в мировом суде суде одного из участков города перми по обвинению макельяна я могу путать фамилию совершенно не так сказать со злостью просто тут трудно так сказать произносимо я без всяких сказать предвзятости отношусь тем более что насколько я понимаю армянская фамилия армяне христиане искать и нас всегда с ними таскать связаны очень крупные узы братства и совершенно тут искать нет никаких национальных аспектов так вот я хочу сказать что вот этот процесс говорит о том что сегодня общество уголовное законодательство не отработано понимаете вот человек обвиняют за то что он избил ребенка обвиняет по двум статьям угроза убийством и побои 116 там 119 уголовного кодекса то есть но очевидно что тяжесть общественной опасности или я не мога выше почему но избит ребенок понимаете то есть общество перестает быть общество миссии не защищает детей в каком плане и то есть ну понятно что дети хулиганят шалят таскать и так далее но нигде вам никто не позволит поднимать руку на детей и прокурор совершенно правильно занял позицию что отказался прекращать дело за примирением а просмотрена уголовной статьей примирение по непреступлению небольшой средней тягости но согласие прокурор и прокурор правильно настоял на том чтобы таскать не было применения у более того должен настоять то что был реальный срок лишения свободы связаны с поселениями и так далее проблема в том что нам нужно вообще выходить на изменение уголовного законодательства если побои совершены в отношении дела несовершеннолетнего за не видом и находящегося скажем в в неравных условиях связанных с больше физически взрослого агрессивностью взрослого и т.д. тут должно быть реальность срока должно быть квалифицированным на мой взгляд в тяжкий состав преступление почему надо провести черту что что касается детей все тяжкое понимаете ведь до чего доходит сегодня осудят чайка изнасиловал пятилетнего мальчика трехлетнего насилуют мальчика ну куда это дальше дальше идти ну что это вообще даже не человек как во первых физически умудрился там это все сделать потому что это я не представляю поэтому конечно надо вводить более тяжкие санкции и сегодня прокуратура через депутатом государства думы вы себе об ora депутатом за когда их собрание тут же бы поставил ну по е kw уже там бы был вот в этом суде аутам бы таскать вместе с прокурором требовала бы обвинительный бы бы сказать больше стим обвинительным по таким происшествам это нормальная практика эта практика общественный жизни любого края страны города когда депутат и общественники приходят зал и суда таскать требуют более жестоких наказаний на баррот защищают так так сказать, невинно осужденных, суды идут навстречу, то есть это есть общество с сложными механизмами, так сказать, мурой, так сказать, затратными механизмами, прессой, так сказать, общественным мнением, у нас ничего этого нет, понимаете, у нас казарма какая-то, понимаете, поэтому я бы, конечно, был в зале суда и требовал бы жестокого наказания и внес бы после этого процесса сразу же бы в порядке 108 Конституции в государство, думаю, требовал бы изменения уголовного кодекса, статей, вот это есть общественная жизнь, но ничего этого нет сегодня у нас, у нас сегодня казарма такой, затишье полное, во-первых, они не понимают, что происходит, они не юристы, они не знают, как себя вести в той или иной ситуации, депутаты всех уровней муниципалитетов и законодательных собраний, во-вторых, ну вы уже видите, что в общественной жизни нет никакой, это, конечно, страшно, и на самом деле это ненормально, спасибо вашу Бессонову Алексею Борисовичу.